По вопросу повестки дня о досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной думы 6-го созыва Курихина Сергея Георгиевича слово представляется председателю комиссии по контролю за достоверность сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляемых депутатами Саратовской областной думы депутату Антону Алексею Васильевичу. Пожалуйста. 20 октября 2021 года на основании письма прокуратуры комиссии принято решение провести проверку достоверности полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных депутатам, а также провести проверку соблюдения депутатам ограничений и закрыт в основном федеральном законе уставов Саратовской областной думы и иными законами области. По результатам 10 ноября 2021 года комиссия установила, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных депутатом Курихином Сергеевичем за 2020 год является занятым неполным. Также в комиссии проанализирована информация о направлении депутатам правоохранительного органа обращения личного характера, не связанных с учреждением ими депутатских полномочий, в результате чего 10 ноября 2021 года комиссия установила, что депутат не соблюдал ограничений и запретов установленным федеральным законом уставом Саратовской области и иным законам области в части несообщения в установленном порядке о возникновении личной заинтересованности при осуществлении депутатских полномочий, которые приводят или может привести к конфликт интересов. Из того, что вы сказали, я ничего не понял конкретно, что было нарушено. Что значит, какой конфликт интересов можно конкретно назвать, но как я сейчас, я понятия не понял, что за конфликт интересов. Александр Ильич, что касаемо представления о доходах, расходах имущества и обязательствах имущественного характера, это производится на основании федеральных законов, законов Саратовской области, в том числе и методических рекомендаций, где четко указано, что именно необходимо указать. Что касается бланков, используемых депутатом, то здесь тоже есть нарушение. Еще раз, Александр Ильич, я прошу вас принять то, что я сейчас сказал и понять. Я так думаю, Саратовская область, как всегда, будет сейчас пионером во всей стране, вот если это решение, судя по настрою, оно будет принято решение. Вот я с Александром Ильичем абсолютно согласен, я хотел бы услышать конкретный ответ. Вот я задаю конкретный вопрос. У меня моя личная машина стоит в гараже, который принадлежит моей теще. Я должен указывать в декларации, что я использую ее гараж или нет? Прочитайте методические рекомендации. Я говорю, прочитайте методические рекомендации. В данной ситуации вы должны в своей декларации обознать, что вы используете этот гараж. Комиссия создана по принципу суда присягнут. Ее заседание вносит закрытый характер. С ее заседания запрещено выносить или выфотографировать документы. Но в протоколе заседания комиссии от 1 декабря этого года, который мне вручили, указано, что решение о направлении запросов принималось по результатам обсуждения с прокуратурой. Кроме того, на закрытых заседаниях комиссии присутствовали представители прокуратуры. Можете мне прокомментировать, какими нормами закона о деятельности комиссии предусмотрено обсуждение проверочных мероприятий с другими органами и возможность присутствия на закрытых заседаниях представителей прокуратуры? И почему, когда в комиссию обращаются, например, СМИ, они не приглашаются и с ними не обсуждаются под проверки? Сергей Ильич, на закрытых заседаниях рассматривалось письмо, как вы знаете, под прокуратурой. Рассматриваются аргументы прокуратуры, рассматриваются аргументы ваши. При принятии решения, согласно закону, ни вы, так как это дело являлось в отношении вас, ни работа в прокуратуре не присутствует. Целью не получить влияние от вас и от прокуратуры для принятия эффективного решения. Во-первых, я не услышал ответ на вопрос, который звучал в следующем. Прокомментируйте, какими нормами закона вы пользовались. Во-первых, вы не ответили и вообще начали отвечать про другое. Это раз. И второе, что как раз на комиссии всегда присутствовал прокурор. И я спросил, он письмо ли он написал или что он написал. Когда СМИ обращается в комиссию, почему они не имеют права присутствовать, когда по их жалобе или письмо это проверяется. А прокурор, который имеет личные представители прокуратуры, имеет право присутствовать. Какими нормами вы пользовались? Вот этот вопрос был. Ответьте, пожалуйста. Какой норм? Еще раз поговорим. Согласно положению на комиссию. Вот сейчас меняют в виду, что Сергей Георгиевич не указал в пользу дом родителей. Но, на мой взгляд, сейчас нужно, просто необходимо, половине депутатов, здесь присутствующих, выписать те же самые нарушения. Потому что половина из нас 31 декабря приходит к родителям, поздравляют их с наступающим Новым годом. Значит, они пользуются домом родителей 31 декабря. И не отражают это в декларации. Курихин вправе обжаловать это решение комиссии. По вашей информации, обратился ли Курихин в суд на обжалование решения вашей комиссии? Или вы не владеете такой информацией? Я владею такой информацией. Курихин Сергеевич обратился в районный Волжский суд. Скажите, пожалуйста, мы говорим о нарушении антикоррупционного законодательства. Я скажу так, были годы, когда у нас чуть ли не половина депутатов в декларации по ошибке указали, не указали. В том числе и председатели думы, и председатели комитетов это делали. Но принимали решение, что это не столь серьезное нарушение, чтобы за это лишать полномочий. В чем коррупционная составляющая? То, что было раньше, да, действительно рождало безнаказанность. В октябре был принят нами же депутатами закон. И мы таким образом сейчас уже есть право наказывать депутатов за то, что они нарушают антикоррупционное законодательство. Мы работаем в рамках закона. Поясните мне, пожалуйста, в чем заключается якобы полученная именовая выгода от направленных обращений. Как это повлияло на сроки их рассмотрения, объективность и беспристрастность. На комиссии от вас я так и не получил ответа. Зато МВД ответило о том, что мои обращения рассматривали как обращения обычного гражданина. Прямо вам на комиссию ответил это раз. А для депутатов я расскажу обращения. Мною были направлены министру внутренних дел, председателю следственного комитета, генеральному прокурору. Да, я обращался на бланк. На бланк депутатов были не запросы, а обращения касались они того, что по поступившей мне информации, по указанию прокурора области, сотрудники уголовного розыска ездили в колонию, в исправительную и незнакомую совершенно мне человека, заставляли оговорить меня в совершении преступления. Сергей Григорьевич, мы не оспариваем вопрос на бланке это или не на бланке. Это раз. То, что на бланке, да. Но мы не оспариваем, что это обращение. Мы говорим о том, что установлено над федеральными законами есть правила, и в том числе у станции Расковской области. В счастье, не сообщение установленного порядка, возглавление лишней заинтересованности при осуществлении депутатских полномочий, которые приводят или может привести к конфликт интересов. Вы по своему делу отправляли обращение. В течение двух дней, согласно положению, вы должны были сообщить комиссию, что вы направляете письмо или обращение по данному делу. И больше ничего. Я так опять не услышал ответ на мой вопрос. Как это повлияло на сроки рассмотрения, на объективность и беспристрастность, которые были указаны? То, что вы мне сейчас говорите про два дня, которые это, это вообще ни на комиссии это не звучало, и в прокуратуре письма это не было. Это вам сейчас опять прокуратура подготовила хоть что-то говорить. Ну вот, потому что, ну хоть что-то надо сказать. Ну просто, да, мне нравится Курихин. Давайте его выглянем. Придет к нам пиловар, заставит на фракции всех проголосовать нарушение 184-го ФСЗ, пункта Д, первой статьи. И все. И вы как под козырек и бах и проголосовали. Ну хоть что-то, объясните, какие от меня были получены бенефиты-то? Сергей Георгиевич, нет здесь депутата Курихина, нет здесь депутата Недава. Здесь есть просто соблюдение закона. Каждый депутат должен соблюдать закон. Что касается обращения, ну хорошо, Бондарин, если вас устраивает. Что касается обращений, Сергей Георгиевич, обращения были. Что касается рассмотрения обращения от депутатов, как человека, замещающего госдолжность, в органы правоохранительных, проверяется по особому порядку. Вы об этом знаете. Запрос имеет прерогативу. Отвечает на него в 15 дней. Обращение рассматривается в общем порядке, как обращение любого гражданина. Поэтому вот даже здесь Антонов некомпетентен во всем. Я считаю, что сегодня мы, скорее всего, откроем ящик Пандоры. И институт, вот этот, областная дума, как себя, он будет ликвидирован. Любого, любого из здесь сидящих взяли, можно легко подтащить вот под то решение, которое сегодня мы вместе с вами рассматриваем. Я не случайно задавал эти вопросы, потому что, ну, у меня в голове не укладывается вообще вот это решение. Понимаю, что есть решение фракции, скорее всего. Ребят, в обязательном порядке дойдет очередь и до вас, потому что за все в жизни нужно отвечать. И вот это решение, которое сейчас будет принято, вы с ним будете жить, вы с ним сегодня ляжете спать. От него не просто дурно пахнет, от него смертит. Я не случайно задал вопрос, есть ли обращение в суд. Да, есть обращение в суд на решение комиссии. Давайте дождемся решения суда. Если решение суда будет в пользу решения комиссии, я нажму на кнопку «За». То нарушение, которое сегодня озвучили и под него подтягивают лишение мандата депутата областной думы, оно ни в какие рамки не входит в моем понимании. Поэтому я буду голосовать, естественно, против. Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не чтен профсоюзом. Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей. Потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать. Это слова Мартина Немюллера, известные слова. Все знают, что сейчас в Саратовской области процветает беззаконие и просто катастрофическая ситуация в этой сфере. Сегодня вы примете незаконное решение по Курихе, но я в этом совершенно уверен. Завтра подобное решение примете, ну не сомневаюсь вполне, потому что мы сказываем критические замечания, а послезавтра такое же решение примут по вам. Я не согласен с этим решением. Депутатов избирает народ и только народ имеет право отзывать депутатов. Кроме против Курихина сейчас выдавали 4 обвинения и на мой взгляд ни одно из них не подтвердилось. Почему депутата имеют избранного населением на выборах тысячами, десятками тысяч граждан? Три человека принимают решение, ну пять человек принимают решение отстранить от должности. Это мало того, внесудебное решение. Когда я послушал здесь вот ответы Алексея Васильевича, я понял, что не было там, видимо, вообще никаких нарушений, какие бланки, куда направлять? Я понял, что по-видимому, Алексей Васильевич, может быть это ваше личное расправа за то, что у вас сын не раз критиковал Курихин? Может это личное расправа прокуратуры, которую не раз критиковал тот же Курихин? Ну тогда я могу представить, что скоро будет с коммунистами. Никаких оснований не доверять решению комиссии по доходам. Наши коллеги провели большую работу, проверили приведенные всеми сторонами факты, вынесли на заседание Думы свой вердикт. Прошу поддержать решение комиссии и сэкономила время другим товарищам. Решение комиссии вынесено основательно и правильно. И мы не вправе, как член комиссии, принимать решение единогласное. Это решение должно быть принято на Саратовской областной Думе всеми депутатами. Как бы кому не хотелось этот вопрос перенести в политическую плоскость, здесь все-таки этот вопрос лежит не в политической плоскости, он находится в правовой, ну и наверное отчасти в морально-этической плоскости. Спасибо. Казалось бы, с первого взгляда невероятный сценарий происходит. Слушайте, я рад, что вы себя изживаете. Я помню, какой командой вы зашли в Думу в 2017 году. Мы признавали, что в ваших рядах есть безусловно тот же Капкаев, тот же Семенец, другие какие-то ваши кадры. Люди опытные. Люди, которые действительно в саратовской политике воспринимались как некая величина. И посмотрите, во что ваша команда изуродовалась в течение четырех лет. Просто изувечилась. Вы изжили себя до нельзя. Вы превратились в набор каких-то прихлебателей, которые сидят здесь с бумажек, читают то, что вам сверху пишут в правительстве. Буду кратко убежден, что в решении комиссии незаконно само обращение в нее прокурора области Филипенко продиктовано личной неприятностью и сведение со мной личных счетов. Еще при внесении изменений в закон звучали замечания, что новый механизм будет использоваться для расправы с неугодными и несогласными. Это происходит и сейчас. Поэтому в определенной степени этот момент истинный, но он не столько для меня, поскольку свои выводы я уже сделал, сколько для лиц, планирующих свою региональную политическую деятельность на территории региона. Сначала прокуратура инициировала принятие этого закона, а через два дня после его вступления в силу направила письмо о необходимости лишения меня полномочия депутата. В этом письме прокуратура, как и в материалах проверки, которые вам представили, все основания надуманы. Большинство из вас это прекрасно понимает, но это конъюнктурные соображения и соображения партийной дисциплины заставляют вас молчать или соглашаться. Самые приличные в страхе гонения партийного либо просто не пришли на заседание, либо проголосуют против. Но молчаливого большинства, конечно, будет больше. Его будет достаточно, поэтому для меня исход сегодняшнего голосования очевиден. И тут напрашивается исторические параллели, которые привел Есипов. Когда пришли за Капкаевым, вы молчали. Когда пришли за Аллой Лосиной, вы молчали. Вы молчали, когда пришли за Кузнецовым, Семенцовым. Сейчас молча примете решение по мне. Проголосуют потом против коммунистов. И это навеивает те исторические параллели, про которые опять говорил Владимир Евгеньевич Есипов, но более мелкого масштаба. Знаете что, я убежден, что в настоящий момент в Саратове происходит ярко выраженная отрицательная селекция. Чем на более низкие поступки готов пойти депутат, тем у него больше появляется возможность продвигаться вверх по его карьерной лестнице. Жаль, что только многие из присутствующих при этом являются руководителем крупных коллективов и многие из вас дают образование нашим детям. Вообще, на мой взгляд, в составе этой думы осталось не более пяти приличных депутатов. Это, конечно, не относится к коммунистам, поскольку их вообще депутатами не считают, некие викинги, которые сюда случайно попали. Что касается работы самой комиссии, то заданная цель ее, председателя Антонова, лишить меня полномочий депутата, изначально была очевидна. Комиссии при проведении проверки были допущены многочисленные нарушения. Как члены комиссии, меня, чтобы заставить замолчать, даже незаконно удалили заседание 10 ноября и должным образом не ознакомились с результатами проверки. В итоге мне не озвучили, какие именно нарушения и по каким основаниям комиссия сочетала убедительными, не предоставив мне даже права подать соответствующие письменные пояснения по результатам этой проверки. Сама фабула коррупции, которая вменяет мне комиссия, это то, что я прожил три недели с конца августа до середины сентября в доме моей матери со своими несовершенными летними детьми, четырьмя, мать которых болела ковидом. Вот это является коррупция. Однако, отмечу, что никакого пользования данным домом по состоянию на отчетную дату не имелось, и я не должен был указывать его в справке. При этом, в подходе комиссия тогда должна была указывать гостиницы, дома, отдых, прочие объекты, что просто не может быть не абсурдным. Рецидив, который усмотрел Антонов в том, что это уже не первый состав, это было в 2015 году, 6 лет назад, в прошлом созыве, когда мать моих несовершеннолетних детей воспользовалась материнским капиталом, не уведомив меня. И были потрачены эти средства на улучшение их же личных условий. Это тоже коррупционный состав за материнский капитал, за увеличение демографии. Второе, направление обращений якобы в личных целях. Отмечу, что все мои обращения были направлены исключительно потому, что в отношении меня прокуратуры постоянно инициировались проверки. И это было напрямую связано с моей позицией выступлениями как депутата Думы, о чем там было и указано в этих обращениях. Даже если бы эти обращения писались не на бланке, в них все равно был бы указан мой статус депутата и просьба проверить действия госорганов на предмет воспрепятствования депутатской деятельности. Это право закреплено к институции и никаких выгод и преимуществ, как это пытаются подать, мной в данном случае получено не было. Например, в 2019 году я обращался в МВД России с тем, что по информации по моей, по указанию прокурора, область Филипенко, сотрудники полиции ездили в колонии и принуждали осужденного оговорить меня в совершении преступления. Это касалось не только моих прав. И сейчас, учитывая печально, как прославилась Саратовская область, пытками в местах лишения свободной, это лишний раз. Это показывает только прокурору преступления, о которых сейчас говорит здесь, и которые с этим нецелением сделаны состоянием класса. В итоге вы предъявляете 15-й год, 19-й год и 3 недели во время ковид с малолетными детьми у матери. Вот вся ваша реальная политика. Спасибо большое. Уважаемые депутаты, предлагается принять проект поставления за основу. Прошу голосовать. Предлагается, я уже сказал, проголосование. Голосование состоялось. Нет, подождите, мы не голосовали, мы не голосовали, мы не поведение дадите. По какому поведению? Минуточку, минуточку. Если поведение, я увидел. Значит, голосование прошло. Проект принимается за основу. Письменных поправок не поступило. Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошел голосовать? Постановление принимается в целом. Продолжение следует... Продолжение следует...